Здравствуйте, подписчики моего канала. За виде данного видео 2 оставили 2 свинки на расплод. Красненькая дюрок больше, белая по тренчику. Свинки, возраст уже у них 2 месяца, вес около 16 кг. Что-то там плюс-минус полкила. Отлучили мы их от свиноматки. И для того, чтобы процесс отлучки прошел более-менее стрессово, мы им сейчас проколем интравитика. Витамины широкого спектра. У них тут, по-моему, 5 видов витаминов входит в их состав. В общем, давайте проколем. Поехали, кого-то. Заходи. Лови, короче, одну заднюю лапу. Вниз головой держи, я мелко вот. Так, сейчас. Тихо, тихо. Вот дурные. Сразу отмечу, а процедура для свиней безболезненная. Это ее реакция просто на этот самый. Стресс за то, что ее в руки взяли. А по большому счету она там ничего не чувствует. Пять кубов смело можно колоть. Передоза не будет. Вообще раз в месяц желательно прокалывать. Тут еще смотрите, какой момент. Свиноматок мы кормить БМВД не будем. Ну, смысла нету, чтобы гнать массу ихнюю. А при этом все остальное будет отставать и пропорциональное развитие будет. Нам этого не надо. Нам нужно, чтобы выросла нормальная свинья, которая будет даст потомство. Потом для этого будет использоваться только бекарма. Ну и вот витамины. Витамины заменят полностью, скажем так, потребность витаминов. Мы перекроем именно витаминами и уклорами. Еще один момент. А мы их протравлили, хлистовали уже. Проглистуем их. Проглистуем мы, наверное, их завтра. Завтра, послезавтра даже. Кружки они тут срач развели бы, потому что маленькие. И выливали вовс в ночь. Поналивали. Надо будет немного опьет, посыпать и будет все классно. Или же копнуть попробовать. Ну, короче, кто такой. Все, пять кубов набрали. Управить вообще витамины, они обычно очень маслянистые, поэтому сложно вкалывать. Игну потолще набрать. Грязные заразы, да? Потом воду там поразводили. Чуть есть. Повторюсь, сам укол безболезненный для свиньи. Просто она стрессует от того, что ее взяли в руки. Шприцы, игру, то есть можно загонять на увесь. Делать внутримышечный укол, инъекцию. Все. Видите, привыкают к соску, его в воду разливают. Пролевают там ковлю. Все. Значит, витаминчиками мы их обработали. Прохлистуем. И будем ждать, пока они выйдут уже в состояние плавной зрелости. И можно будет их смело свечать. Это произойдет в возрасте где-то 7 месяцев. 7-9 месяцев. В общем, посмотрим по их нему росту, так скажем. Опять же, повторюсь, БМВД не буду давать специально для того, чтобы не было вот этого взрывного роста дурного. Когда масса тела набирается, суставы, связки слабые. Хряк прыгнул, свинью раздавил. Вот все ко мне так приходят люди, берут хряка, а потом говорят, вот он там поломал свиноматку. Я в шоке от этого. Теперь я понимаю, в чем дело. И свиноматке 5 месяцев от рождения. В ней уже там 90 килограмм, 100. Она, ну, у нее не сформирован еще ни опорно-двигательный аппарат, ничего. Даже она толком и там и зацепиться не за что. У нее даже еще нету развитого там, ну, молочной железы. Я вообще молчу. Да молочных железов еще там, как до Китая, раком, скажем так. У нее даже половая система не сформирована. Что они хотят там ее случить, я не понимаю. Но, как бы, вот такое вот, как по мне, это ошибочно мнение, что в 5 месяцев можно случать свинку и думать, что из нее что-то получится. Даже если она набрала 120 килограмм веса, это не говорит о том, что она готова к использованию как свиноматка. Поэтому имейте в виду, не торопитесь, а и при кормежке свиноматок тоже имейте в виду, что использование БМВД ускорит рост свиней, это базар нет. Но при этом она не, ну, как, физиологически она не сложится. Да, быстро она берет массу мышечную из-за того, что там протеина много, белков в еде, минимум углеводов. Но, ну, как бы, это не очень хорошо именно для потомства, для дальнейшего, так скажем, для использования ее в целях разведения. Ну, не будем торопиться. Лучше мы 2 месяца этих переждем и получим нормальную свинку. В возрасте там 7 месяцев, 8 у него будет вес уже порядка 90 килограмм. Это будет, я считаю, нормально. Ну, там 110, 90-110, я думаю, у этих будет 110. Они вот так вот по конституции своей неплохо сложены. И по длине нормальные, и есть у них задатки от ПТРН-чика. Вот тут у белого вообще хорошо видно у нее мышцы так проступают. Ну, то есть, сало практически трясется, трошку холодновато сейчас, ну, не страшно. Они сейчас привыкнут, повыкнутся полы полутеплые у нас. Но дело в том, что, вот я же говорю, поналиваю воды, сейчас перекопаю и сделаю, будет нормально. Будет у них тут хорошо, она будет подсыпать сухого немного, слишком мокро. Влажность должна там быть в определенном пределе, но это чересчур мокрый, поэтому он может мне так хорошо, вот я сейчас копнул, в принципе, как тут пойдет, тепло, нет тепла. Есть, теплый, внутри он теплый. Сейчас я перекопаю, значит, просто, и все будет отлично. Пол свое дело сделает, и они тут согреются сейчас. Ну, вот, перекопали, я не знаю, видно, не видно, прямо порует пол. Пол, свинки, сейчас им будет тепло, они будут закапываться там, создавать себе уют, так скажем. Поэтому пол хорошо работает, создает эту плюсовую температуру. Ну, пар идет, не знаю, камера передаст, да передаст он, видно, камера тот еще передаст, и вот о чем. Ну, в общем, как-то так, по поводу пола и тепла. Ну, в принципе, все, что я хотел показать, вот такие две свинки мы запускаем сейчас на свиноматок. Поделаю видео, покажу вам вес их во время роста их, чтобы вы примерно могли сориентироваться, как все происходит, как изначально свинки растут, как они становятся мамочками, начинают приносить много-много денег. Ну, в принципе, все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты, всего доброго.